Если бы кто-то стоял бы рядом, либо был бы готовый уже чертеж, то это естественно все было бы гораздо проще. Приветствую вас на своем канале Пламя. Я сейчас нахожусь в поселке Мостовской в гостевом доме Золотой Дуб. Позвольте представить вам Дениса, управляющего этим гостевым домом. Добрый день, меня зовут Денис, я являюсь владельцем гостевого дома Золотой Дуб, который находится в поселке Мостовском по улице Туникова 80А. К нам приезжают гости с разных уголков нашей страны, посетить термальные источники, съездить в горы, съездить на реку, лобу, сходить в Ореховую рощу, посетить заповедники. Как правило, становятся гости у нас и уже потом ездят по всем этим местам. Мы на своей территории предоставляем жилье класса повышенного комфорта. Это дома из сруба, в которых имеется все самое необходимое для проживания. Территория у нас находится под видеом наблюдения, есть парковка. Люди могут приехать сюда с семьей отдохнуть, как правило. Пожарить у нас в нашей кухне на мангальной зоне шашлыки. То есть, приятно отдохнуть в большой компании. Как правило, к нам приезжают люди большой компании, с семьями надо, чтобы каждый мог расположиться, как-то приготовить свою еду для себя, для своей компании. И, соответственно, было принято решение сделать не одну мангальную зону, а несколько. Денис, скажи, ты сам эту конструкцию делал или кого-то нанимал? Вообще как все началось? Ну, пришлось ее изготавливать, честно говоря, самому. Почему? Потому что прозванивал, спрашивал, сколько будет стоить данная работа. Обратился за помощью к специалистам, кто занимается печками и кладут. Посчитали они стоимость данного комплекса барбекю. Но, скажу честно, мне показалось, это бьет по карману, так скажем. Сумма была в районе под 500 тысяч рублей, это работа с материалом. Так как я имею образование строительное, мне было, в принципе, самому интересно что-то либо подобное создать, ну, соответственно, сэкономить средства. Поехав, купив здесь, в поселке Мастовском, определенные, так скажем, строительные материалы. Вот, но с этим тоже столкнулся с рядом, так скажем, подводных камней, на взем это так. При изготовлении данного мангала я смотрел интернет, обращался в плане ютуба, да, за уже кто выкладывали же печки. Вот, собрал информацию, так скажем, потратив на это определенное количество времени. Вот, потом начал выкладывать сами уже материал, кирпичи, так скажем, да, вот в процессе. И тут уже начал сталкиваться, опять же, с рядом каких-то либо нюансов, подводных камней. То надо было делать под казан поддувала, которое, да, вот эти вот. Ну, в общем, столкнулся с рядом проблем отсутствия технологий. Да, совершенно верно. То есть, из-за того, что я не печник и никогда этим вопросом не занимался, то есть, понятное дело, у меня возникло очень много разных нюансов, которые, в принципе, потянуло за собой как время, так и финансы. Вот, то есть, если бы у меня была, например, готовая продукция, так скажем, готовый проект, да, то есть, он сократил бы в разы просто время, и как бы силы моё, да, так опять же, потому что делаешь ты какую-то либо работу, и ты сделаю неправильно, ты начинаешь, ты опять же, переделывать, ты попадаешь на время, попадаешь на материал, как бы, то есть, уже и руки начинают потом не так уже опускаться желание, потому что, ну, сталкиваешься с проблемами с какими-то, да, уже начинаешь опять тратить время на решение той или иной проблемы. То есть, если бы уже что-то было готово, естественно, я сделал бы это всё гораздо проще, быстрее и как бы так скажем и лучше скорее всего не допустил бы ряд ошибок сразу бы купил то что требуется да и сразу бы приступил к сборке бальбекю прежде чем класть уже как так скажем раз на раствор кирпичи да я сначала собрал в принципе всю эту мангальную зону на сухую чтобы проверить как будет работать дымоход чтобы была хорошая тяга чтобы не было задымление внутри помещения то есть процессе да так скажем именно с решетками со всеми шампурами все эти замеры нужно было учесть то есть началось это делать сладость на сухую проверялась потом все это дело разбиралась и соответственно 5 уже на раствор все складывалось как бы это занимает определенное количество то есть как бы но времени и сил вот то есть я потратил на изготовление печки уже так скажем в таком виде ну порядка где-то примерно может быть месяца полтора вот будь то бы например у меня опять же повторюсь готова уже к это проект то есть я бы осилил бы это там ну может быть недели там за 2 там все тоже было готово даже несмотря на то что у тебя строительную выше сдать и наверное опять же при работе то есть столкнулся с такими потом проблемами как например подборка материала для печи конкретно потому что это не простой как кладка например кирпича то здесь не подходит там тоже самый цемент либо какой-то просто клей там например плиточный какой-то да здесь свои уже есть определенные нюансы опять же когда укладывали данный мангал то есть это идет огнеупорный кирпич он тоже имеет разную свою толщину и разную плотность которая тоже дает о себе знать в процессе опять же как нужно закладывать металл да для шампуров и решеток это тоже свои есть там нюансы при нагреве расширение все там трескается то есть кучу потом из всяких вопросов которые возникли в процессе уже когда да а уже поздняка грецимитация как будто если вы кто-то постоял бы рядом либо был бы готова уже чертеж что это естественно все было бы гораздо проще сделать при покупке опять же строительной смеси на этикетках написано что он является огнеупорным что он там подходит при определенных там температурах на практике показалось совершенно по иному то есть далеко не все производители которые пишут у себя на этикетке все вот эти составы но нет на самом-то деле но не соответствует действительности либо это может быть была подделка либо это возможно просто недобросовестный производитель потому что в процессе уже было понятно что при нагреве происходило разрушение то есть и данная смесь она совершенно не подходит денис ну и даже несмотря на то что у тебя все получилось ты наконец-то собрал да на барбекю все равно ты опять столкнулся с проблемой да я столкнулся с очередной проблемой это было задымление дымохода то есть как ни крути хоть и правда правильно вы сказали что есть строительное образование вот тем не менее этого недостаточно исходя из данного так скажем строительство в плане мангала то есть учесть все нюансы это невозможно вот суть была в чем был сильный ветер и дым начал попросу заходить в кухню сюда вот то есть если до этого ветра работала все нормально да блин не было проблема возникла именно когда вот появился сильный ветер совершенно верно да то есть при устройстве все хорошо работало хорошая тяга была отсутствовал ветер при испытаниях то скажем до данной печки но буквально на днях был очень сильный ветер и опять же столкнулся с очередной проблемой который в принципе попросту не знал что такое возможно как возникла данная проблема я начал студировать интернет и нашел от олега пламя канал тут же которому позвонил обратился за помощью он с удовольствием приехал чтобы помочь мне подсказать как бы в чем заключается моя проблема вот я ему за это очень сильно благодарен проблема заключалась в том что было задымление дымохода олег подсказал что проблема была в том что дымоход denis выложил низко то есть прямо рядом с кровлей и находился выход дыма в зоне ветрового подпора вот это и была проблема рекомендация заключалась в том чтобы один из перь поднял высоту дымохода и сделал крышу потому что крыши также не было на этом дымах если провести линию от одного дома к другому под углом 45 градусов все дымоходы оказавшиеся ниже попадут в зону ветрового подпора при таком направлении ветер мешает дыму выходить из трубы в случае с вентиляцией то же самое происходит с воздухом он не поднимается вверх как должен а наоборот идет внутрь помещения избежать этого можно удлинив трубы или установив на них специальные колпаки дефлекторы да и здесь теперь я советую денису закрывать допустим два не работающих которые вот один пользуется два портала закрывать потому что здесь идет циркуляция воздуха даже сейчас мы стоим чувствуется что сюда заходит воздух туда засасывается то есть чтобы каждый не зависел уже портал от других надо закрывать если у меня уже был бы готовый проект и видео курс олега пламя я сократил очень много времени и сил своих да и средств в то же время и быстрее бы весь процесс умеет он бы прошел и совершил бы естественно куда гораздо меньше ошибок так что друзья подведем итоге учитесь на чужих ошибках приобретайте проекты онлайн видео курсы с этим проектом и видео курсом и сто процентов сразу соберете конструкцию без ошибок и милости просим в гости в мостовской вот золотой дуб гостевой дом золотой дуб вы здесь вот так вот отдохнете посмотрите какие здесь красоты в окрестностях и съездите на термальные источники пожарите шашлык на данном барбекю может шулюбчик какой-нибудь сварить и в печке под казан приглашаем подписчиков канала пламя забронировать номер вы можете вот по этому номеру телефона и при произношении кодового слова пламя вам будет сделан бонус скидка на проживание милости просим добро пожаловать приезжайте в гости